13-14 ноября 2017 года в Минске состоялась региональная консультация по обсуждению технического задания для мультистрановых грантов Глобального фонда для региона Восточной Европы и Центральной Азии. Во встрече приняли участие представители различных региональных сетевых организаций. Евразийская коалиция по мужскому здоровью ЭКОМ, Евразийская ассоциация снижения вреда, представители сетей людей живущих с ВИЧ Грузии, Казахстана и Украины, Восточноевропейское и Центрально-Азиатское объединение людей живущих с ВИЧ, Евразийская женская сеть по СПИДу, представители секретариата Координационного комитета по профилактике и борьбе с ВИЧ из России, члены Евразийской сети людей употребляющих наркотики, а также представители сети организаций по защите прав сексработников. Основная цель этой встречи наладить взаимодействие сетевых объединений в процессе подготовки региональной заявки и обсудить потребность технической помощи на этом этапе, а также понять, какая проблематика входит в техническое задание для регионального проекта, определить наиболее насущные проблемы для стран региона, которые необходимо решить в трехлетний период, познакомиться с требованиями, выдвигаемыми глобальным фондом и адресовать все возникшие вопросы его представителям, также присутствовавшим на этой встрече. Кроме уже перечисленных представителей сетей организации нашего региона, на встречу также были приглашены сотрудники региональных офисов UNAIDS, UNICEF, USAID, UNODC, UNDP, ITPC, FU, Альянс общественного здоровья, Всемирная организация здравоохранения и другие. Какова роль UNAIDS в реализации вот этого гранта и какова возможность оказания технической поддержки от вас организациям, которые будут реализовывать этот грант? Ну, во-первых, самая большая часть, скажем так, вовлеченности или даже техническая поддержка по линии UNAIDS будет осуществляться на этап уже внедрения программ. Программа запланирована на 43 года, это новопоизия 18-19-20, и это очень стратегически важно в период, потому что как раз это полностью совпадает тот оставшийся период по выполнению те обязательства и цели к отношению, снижение новых случаев на 75% во все страны Восточной Европы, Центральной Азии и достижение каскада 90-90-90. Поэтому мы рассматриваем себя в UNAIDS, и здесь я не имею в виду в качестве секретаря UNAIDS, я имею в виду именно как программ, объединенный программ ОН по ВИЧ-СПИДу, UNAIDS, который включает ОНовские ко-спонсоры, ОНовские агентства в этой связи, что мы будем в полной мере поддерживать не только гражданские общества, но гражданские общества, чтобы чувствовать себя очень важным партнер, полноценный партнер вместе с государственной структурой, между другими техническими партнерами по выполнению такого очень важного гранта. К сожалению, несмотря на все усилия ВИЧ-сервисных организаций и мощную финансовую поддержку со стороны глобального фонда и других доноров, наш регион на сегодняшний день является лидером по темпам роста эпидемии ВИЧ-СПИДа. Ну, во-первых, России будет, конечно, достаточно сложно вот в этот трехлетний период, поскольку основные сервисные проекты, к которым мы привыкли и которые, в общем-то, работают достаточно хорошо и являются основой работы с сообществом. Они, конечно, будут прекращены, во всяком случае, глобальным фондом. Ощущение того, что государство в той или иной степени поддержит эту работу, на данный момент нет. И если говорить о России, то то направление, которое стоит поддержать, то это, конечно, тот мониторинг силами сообщества, который зародился и за два года вот этой программы, которая сейчас заканчивается, показал большие успехи. Есть надежда, что за те три года, которые еще мы войдем, если войдем в этот региональный грант, то работа продолжится и результаты будут еще лучше. В любом случае, это тот аспект, который нельзя потерять ни при каких обстоятельствах. Мы не можем говорить о какой-то эффективности, там, качественной, количественной, финансовой эффективности, если у нас нет мониторинга силами сообщества. Техническое задание по гранту дает, на наш взгляд, отличную возможность, так как в нем указана необходимость участия сообщества на всех этапах реализации гранта. Какие твои общие впечатления о встрече, как, насколько обсуждалась эта позиция, это условие в рамках этой встречи, и как сеть людей, употребляющих наркотики, будет участвовать или, возможно, какая позиция сети в этом отношении? Ну, в этом плане, то, что это постоянно звучало на рабочей встрече прошедшей, мне понравилось, что сообщество будет постоянно привлекаться в процессе подачи заявки и последующей реализации проекта. В принципе, мы понимаем, что нашей самой сети, допустим, ИСЛУН, не хватит у нас пока что нет ни опыта, соответствующего, ни каких-то технических ресурсов самостоятельно что-то делать. Вот в условиях жестких рамок, критериев, которые делает Глобальный фонд. Но мы можем в этой ситуации сотрудничать с дружественными региональными сетями и работать в этом направлении, тем более, что общие проблемы у нас совпадают не только по странам региона, по отдельным, но и вообще в целом. Когда наши близкие дорогие люди попадают в хирургию, и это серьезная операция, мы хотим, чтобы руки этого хирурга были просто золотые, да, чтобы глаза у него не закрывались, чтобы он ничего не забывал, чтобы он не отходил где-то, не валялся, чтобы он сделал все так, чтобы наш близкий человек выздоровел. Это очень простая характеристика нашего принципа в работе. Так вот, мы в этом гранте видим свою роль в разной форме, и мы хотим только одного. Независимо от того, кто будет его реализовать, я хочу знать цифру людей, которые через три года будут жить. Если мы не увидим такой проект, мы как организация будем выступать против и требовать, чтобы индикаторы этого проекта были пересмотрены. Самые сложные услуги для госфинансирования – это услуги для уязвимых групп. Мы не рассматриваем это только как профилактика, а снижение вреда или услуга для МСМ – это вагонетка, которая дает возможность человеку с зависимостью или человеку со спецификой поведения получить медицинскую, социальную услугу, любую, это не только про ВИЧ-СПИД. Пока у нас не хватало аргументов ни на местном уровне, ни на национальном, чтобы добиться от государства этих денег. Наша задача сейчас региональными сетями и с национальными партнерами определиться, каким образом добиться начала финансирования. Потому что вот это самое главное. Как только там будет 5 копеек, они всегда могут превратиться в 500 рублей. По сути, на этой консультации мы все время, мы очень много совещаемся, обсуждаем, все время говорим только об одном – какой аргумент сработает на государство. То есть, по сути, для Евразийской ассоциации снижения вреда – это возможность еще раз очень критично посмотреть на то, что есть в регионе, то, что мы уже делали в бюджетной адвокации, и поставить реалистичные цели по странам, чтобы появились эти 5 копеек. Такого подхода к финансированию со стороны Глобального фонда еще не было. Условия конкурса допускают конкуренцию между организациями, превращая написание заявки в своего рода соревнования, главный приз которым – спасенные жизни людей. Подход к региональным грантам, правда, другой немножко этот раз. Этот раз мы решили, это не только подход нашей региональной команды, а Глобального фонда в других страновых командах тоже, сделать в каком-то смысле соревнование или состязание идей. Мы не хотим раздать гранты этой сообществу, этому комьюнити. Мы хотим потенциировать создание каких-то коалиций. И, наверное, нет смысла делать отдельно ревью, делать дорожную карту для группы МСМ, потом делать ревью, делать дорожную карту для группы ПИНОВ. Наверное, можно посмотреть на эти вопросы как-то вместе, да, и результат будет лучше тогда. Поэтому мы очень приветствуем, что сейчас вот группы, сообщества между собой сидят и разговаривают, наверное, как сделать один грант, который будет, наверное, сильнее, или два, пяти, или шести. Да, мы считаем, что это будет очень полезно, если как-то гранты укропнятся, но это не есть какое-то требование. Жень, спасибо, что был на этой встрече. Скажи, пожалуйста, для тебя на сегодняшний день уже какие-то итоги и важные от происходящих за эти два дня обсуждений уже можно подвести? Вот, знаешь, мне, что не хватает в России, это в том, что мы садимся за один стол переговоров и разговариваем. У нас может разное мнение быть, разные позиции, ценности. И когда мы садимся и вместе договариваемся, вот этого мне не хватает в России, и это я увидел здесь. У меня опыт позитивный появляется, да, потому что в России нам сложно договориться. Вот то, на что мы должны ориентироваться, на то, что сегодня произошло, историческое событие для меня, да, то, что сети договариваются, несмотря на свои какие-то разногласия, на какой-то опыт негативный в прошедшем. Вот это самое важное. 20 декабря в Киеве был подписан меморандум о создании Международного консорциума сообществ региона Восточной Европы и Центральной Азии. В консорциум вошли Евразийская ассоциация снижения вреда, Евразийская коалиция по мужскому здоровью ЭКОМ, Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики, сеть организаций по защите прав секс-работников СВОН и Евразийская женская сеть по СПИДу. Таким образом, можно считать, что цель Минской встречи была достигнута. Дедлайн подачи заявок 30 апреля. Глобальный фонд прогнозирует начало реализации проекта на январь 2019 года.